это день города в студии максим васильев здравствуйте главная тема дня системная торговля рязанские власти обозначили официальные точки для размещения рынков их 24 раскольников из дубровичей а местные его считали добряком утирка рукотерник или рушник возвращение к истокам исторической самобытности администрация рязани опубликовала 24 стационарной площадки где коммерсанты смогут ежедневно заниматься торговлей сообщение появилось на сайте город администрации таким образом городские власти хотят систематизировать стихийные рынки стихийные рынки в рязани давно являются камнем преткновения торговые палатки разбитые то в одном то в другом месте порой не самым подходящим администрация ведет борьбу с несанкционированными местами торговли давно но такие рынки возникают либо в других местах либо возобновляют торговлю через некоторое время по тем же адресам продавцы особенно пенсионеры торгующие своим скромным урожаем сетуют на то что и рады бы разместиться на официальных рынках но из-за высокой аренды такой вид бизнеса становится убыточным так как же сделать чтобы было удобно и продавцам и покупателям и никому не портило впечатление от городских видов на днях в администрации утвердили список адресов по которым торговля на улице будет разрешена это пересечение каких-то пешеходных трафиков для того чтобы людям было удобно подъехать для того чтобы удобно было дойти для того чтобы население города рязани и гости города получили получали качественную продукцию именно рязанских сельхозтоваропроизводителей по доступным ценам вопрос торговли в непредназначенных для этого местах не раз поднимали на совещаниях мэра елена сорокиной с руководителями структурных подразделений в результате подбор площадок рекомендованных администрации сделали таким образом чтобы в каждом районе было достаточное количество торговых мест для рязанских производителей этих мест 24 они находятся в каждом из четырех районов нашего города в первую очередь для того чтобы было удобно и продавцам и покупателям эти места определены на точках наибольшего трафика и для того чтобы было удобно реализовывать свою продукцию тем кто хочет на этих торговых площадках реализовывать свой товар необходимо обратиться в министерство сельского хозяйства для обязательного получения письма приглашения которое дает разрешение на осуществление торговли темпы распространения коронавируса в рязанской области снова стали угрожающими как сообщает региональный роспотребнадзор уровень заболеваемости к видом в области вырос на 83 процента общее число заболевших перешагнуло за 150 тысяч в том числе 324 случая за прошедшую неделю проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий продолжается ведомстве призвали граждан руководители предприятий и организации соблюдать меры личной и общественной безопасности направленные на профилактику к вид-19 ну а для снижения риска инфицирования и предупреждение тяжелого течения заболевания необходимо своевременно проходить вакцинацию против к вид-19 прибывая в общественных местах старайтесь соблюдать социальное дистанцирование и носить медицинские маски на полигонах рязанской области продолжается подготовка мобилизованных и добровольцев для участия в зоне проведения с в о здесь сейчас собран сводный полк из регионов цифу бойцы отрабатывают как защите так и в нападении быстрее! 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 отталкивай! в Лизанской области продолжается подготовка и боевое слаживание частей военного контингента Центрального федерального округа на страничке Минобороны России в соцсетях появился видеоролик на котором военнослужащие оттачивают элементы обороны и штурма в условиях городского боя огневая и тактическая подготовка каждый день по несколько часов написано в сопроводительном тексте Минобороны в целях скорейшей адаптации военнослужащих к боевой обстановке все занятия проходят под руководством опытных инструкторов проверить подготовку подразделения где есть его земляки приехал губернатор Тульской области Алексей Дюмин он передал более 10 тонн снаряжения и спецоборудования для выполнения боевых задач Житель Рязанского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве и разбою Уж не знаю какие мотивы были у Рязанского Раскольникова но лишил жизни односельчанку он довольно изощренным способом а тело спрятал так чтобы не нашли но убийца ошибся в расчетах не конфликтный и отзывчивый наверное так охарактеризовали бы местные жители села Дубровичи этого 45-летнего мужчину нигде не работал но зато помогал буквально всем и вот в конце марта прошлого года пришел к 70-летней бабушке дескать сожитель ее умер по дому помочь некому вот и согласился помогал правда с похмелья залечить которой оказалось нечем крепких напитков в доме не оказалось зато были деньги и автомобиль на который мужчина давно положил глаз С этого момента события развивались параллельно в одной плоскости мужчина после убийства снимает номер с авто садится за руль и едет в магазин там покупает алкоголь и мясо пожарит шашлык пьет отдыхает но хочется еще уже пьяным садится за руль и застревает на сельской трассе на его удачу мимо проходят двое да еще и авто предлагают толкнуть в общем оказия только вот один из помощников оказывается бывшим полицейским он понимает что от водителя пахнет алкоголем и недолго думая звонит в дежурную часть прибывший на ряд госавтоинспекции мужчину задерживает и выписывает арест на 15 суток а в другой плоскости идет расследование уголовного дела расследование тоже заслуживает отдельного упоминания родные погибшие в этот же день стали бить тревогу в дом пришли вместе с полицейскими изначально никто не понял что вообще произошло убийство но в последний момент участковый решил открыть погреб там и обнаружили тело сделали запрос по похищенному авто и нашли нового владельца на допросе тот во всем сознался и даже говорят следователи раскаялся за убийство и разбой ему грозит до 20 лет лишения свободы сейчас уголовное дело в суде мужчина под стражей рязанская область занимает шестое место в цифру по уровню изобретательской активности с учетом внедренных полезных моделей об этом сообщает рязань стад научными исследованиями и разработками в регионе занимается 874 ученых исследователя и возраст половины из них не превышает 40 лет любопытно что 40 процентов рязанских ученых женщины больше всего научных разработок ведется в технической сфере за год разработано 13 принципиально новых для россии технологий в производственные процессы внедрено почти две тысячи инноваций десятая часть из них связана с оборудованием с числовым программным управлением лидеры по использованию новых технологий в работе рязань сасово и михайловский район что такое кадастровая оценка как она влияет на стоимость объекта и как ее высчитывают об этом и многом другом вели разговор в прямом эфире с исполняющим обязанности министра имущественных и земельных отношений рязанской области михаилом майоровым вопросов от людей накопилось множество в своем частном доме девушка собирается полностью переделать кухню заменить дерево на блоки площадь кухни при этом будет той же главный вопрос здесь нужно ли вносить изменения в кадастровый план такой вопрос в прямом эфире задали исполняющему обязанности министра имущественных и земельных отношений рязанской области михаилу майорову он ответил что да казалось бы мелочь однако сам материал стен влияет на расчет кадастровой стоимости в этом случае тоже стоит подать заявление в росреестр кадастровая стоимость это та стоимость которая определяется методом массовой оценки она определяется по строго установленной форме есть постановление росреестр которое определяет расчет этой кадастровой стоимости и соответственно эта стоимость учитывается в данных единого государственного реестра недвижимости Для того, чтобы мы уже, как говорили, можно от нее было рассчитывать налоги, соответственно, выкупные цены или барьерный плат. Сейчас кадастровая оценка проводится раз в 4 года. В 22-м оценивали земельные участки. В этом недвижимость. Часто ее перестраивают, меняют назначение и так далее. Любой человек может получить выписку из Росреестра. В ней будет исчерпывающая информация. Если же чего-то не хватает или, наоборот, появилось лишнее, можно внести изменения в Росреестр. Если ошибка уже закралась в итоговую оценку, ее можно оспорить. Если касается самого перерасчета кадастровой стоимости, как я говорил, у нас учреждение оказывает соответствующие услуги. Есть образцы этих заявлений, можно подать как через интернет, можно лично обратиться, можно через ФЦ, через сайт госуслуги. То есть любые способы могут быть использованы сегодня, их достаточно много. Как кому удобнее, как кому проще обращаться и, соответственно, будут исправления. После того, как кадастровая оценка прошла, на сайт выкладывают промежуточный отчет. Он в открытом доступе, с ним может ознакомиться любой желающий. И если человек заметил недочеты, то он может подать жалобу. Отчет доступен 30 дней. После, за объяснением цены, можно обратиться в Центр государственной кадастровой оценки. Традиционный ежегодный день народных промыслов в этот раз посвящен полотенцу рушнику. Предмет быта хорошо знаком и каждому, хотя и утратил свое ритуальное значение, все же символически связывает нас с традициями предков. Во всех культурных пространствах города сегодня прошли мастер-классы, выставки и лекции, посвященные рушнику. Когда-то рушник не выполнял роли полотенца для рук. Такая функция была у куска тканей с названием утирка или рукотерник. А вот рушник всегда нес роль сакральную, сопровождая человека в важнейшие моменты жизни. Рождение, крещение, свадьба, смерть. В обряде рушник выступал в качестве оберега, либо украшения. Даже на территории Рязанской губернии, где в основном все декоративное богатство оказалось сосредоточено в народном костюме, другие предметы быта не особенно было принято украшать, рушники, тем не менее, тоже были частью той сферы, где реализовалось художественное чутье, художественное гение, наверное, нашего народа. Символика орнамента с течением времени забыта, однако элементы геометрических, зооморфных, антропоморфных форм дошли до нас в виде традиционных приемов украшения концов полотенца. Бережно сохраняемые как плод кропотливого ручного труда полотенца-рушники передавались из поколения в поколение. Однако сегодня интерес к ним как к элементу самобытной культуры возвращается, что и находит отражение в творчестве современных художников. Как символический предмет, вышитая тканая, украшенная кружевом полотенца, появляется в произведениях живописи художников, как символ национальной самобытности. И мы видим эти предметы и в натюрмортах, и в интерьерах, которые представлены здесь на выставках. Это преимущественная работа рязанских художников, как раз созданная в последние три десятилетия XX века. Многие предметы крестьянского быта со смены исторических эпох перешли в категорию музейных экспонатов, но традиционные полотенца-рушники остаются в жизни и даже в быту, как память о тех, кто желал нам счастья. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok